Всем привет! Добро пожаловать на наш YouTube канал! И сегодня мы опять будем слушать Димаша. Я уже просто не могу остановиться, потому что он феноменальный. Я, как всегда, очень волнованно. Давайте сделаем это. Ты явилась нежданна, как из луна во сна. Красота. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Прекрасно, распрекрасно. Мне понравилось, как он начал петь куплет таким нежным образом. И этот его такой приятный шепот, который передает некую ранимость и искренность с самого начала его выступления. Как будто он лично приглашает каждого отправиться с ним в это эмоциональное путешествие. Я уверена на все сто, что здесь будет море эмоций. Давайте продолжим. Лили долгие лили Были ночи без сна Но в стуже сердце озарило, как весна Только ты одна Отлично Во втором куплете Мне нравится, как он сбалансировал свой голос. Здесь мы чувствуем стабильность и силу его подачи. Но он все еще поддерживает этот шепотный тон. Особенно в конце некоторых фраз. И вот эти маленькие мелочи как раз таки и делают разницу, когда мы говорим о выступлении в целом. Это показывает способность Димаша передавать такие сложные эмоции посредством такой тонкой техники. Понимаете? Он просто удивительный. Он это рассказчик. Еще какой рассказчик. Какая текстура! Долгим огнем пылать в англии мне насте Это становится немного мощнее Да Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти Красивейший фальцетный тон Хорошо, я здесь сделаю паузу, но потом обязательно вернусь. Мне так нравится его фальцет. В нем можно услышать это отчаяние, это желание и эту тоску в его голосе. Разве вас это не поражает? То, как он передает все эти эмоции, все это можно услышать в его голосе. И цирь И вокруг тишина Событы звуки, руки, лица Мне нужна только ты одна Околдован тобою Великолепнейшая вибрация И пью зелье до дна Его голос такой звонкий И ты вернешь меня из песни в этот мир Только ты одна Обожаю этот плачущий звук Дай мне Превосходно Долгим огнем пылать в угле и бедности Дай мне Дай мне Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти Просто отлично! Мне понравился этот момент, когда он был в смешанном голосе. И потом во второй раз он спел это уже более оперно Намного глубже И насыщенней Вот как это прозвучало Это было так красиво и драматично Я вся тащуся А, Димаш Конечно Куда ж без этого Прелестно Как же красиво это было Мы сюда еще вернемся Обожаю, как он использует гласные звуки Он настолько их прокачал Они у него всегда такие открытые И такие звонкие Это звучит так призрачно То, как он это поет Это какой-то призрачный звук Точно не земной И поехали Давай Чтобы слушать такое Нужно закрыть глаза Восхитительно Что... 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 Чего... Оооооооооооооооооооох Ха-ха-ха-ха... Окей... Я насквозь промурашена. Что это было? Возвращаемся, слушаем снова. Я очарована. Мне нужно послушать это снова и разобраться, что здесь, мать вашу, творится. Это звучит как-то по-арабски. Как будто он переключается между двумя регистрами. Но как же он выдает такой звук? Какого? Да что за... Как? 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 Он как будто бы раскрыл все секреты человеческого голоса. Он точно знает, как придавать форму всем этим звукам, тем самым выражая весь спектр человеческих эмоций. Каждый раз, когда я смотрю на него, для меня все яснее и отчетливее становится то, что он больше, чем певец. Он же вокальный гений, мастер своего дела. Он вдыхает жизнь в слова песен при помощи своего уникального голоса. Честно, он — это что-то другое. Он не просто. Он — это что-то. Короче, он — это что-то другое. Я даже не смогла вам это объяснить. Я пытаюсь выразить свои мысли, но все это тщетно. У меня аж голова кругом идет. И мы очень скоро увидимся с вами снова. Пока.